Крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Сегодня ночью большинство стран, входящих в ОПЕК+, согласились на это во время 10-часового онлайн-заседания. При этом, судя по заявлениям участников, предварительные переговоры продолжались все последнее время. Например, цифру в 10 миллионов баррелей президент России Владимир Путин называл еще неделю назад. По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти где-то о сокращении в объеме 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, а может быть чуть больше. Больше всего объем добычи нефти по новым договоренностям придется снизить России на 1 миллион 800 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия снизит свою добычу на 1 миллион 300 тысяч. При этом третий крупнейший в мире нефтедобытчик США в сделке не участвует. Но из-за текущих низких цен на нефть, Штаты естественным образом уже сократили свою добычу. Россия требовала американского участия в сделке. Сегодня ночью состоялся трехсторонний разговор между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии. У нас был очень хороший разговор. Посмотрим, что произойдет. Я бы сказал, что ОПЕК приближается к соглашению. Это был напряженный разговор все полтора часа. Страны ОПЕК-плюс еще в начале марта пытались договориться о снижении объемов добычи нефти на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса. Тогда Россия вышла из сделки и отказалась снижать добычу. В итоге последовал самый крупный за 20 лет обвал мировых цен на нефть. Российская экономика, которая находится в прямой зависимости от нефтяных цен, оказалась под угрозой кризиса. Мировой лидер добычи нефти, Саудовская Аравия, тогда объявила о существенных скидках на свою нефть. А в Москве заявили, что падение цен можно компенсировать увеличением объема добываемой в России нефти. У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарасти до 200-300 тысяч баррелей. В перспективе потенциалы до 500 тысяч баррелей в ближайшее время. Теперь, спустя всего месяц после того, как Александр Новак покинул переговор ОПЕК-плюс, ОПЕК оценивает превышение добычи по отношению к спросу в 14 миллионов 700 тысяч баррелей в сутки. При сохранении нынешнего объема добычи к маю все нефтехранилища в мире будут переполнены. И нефть будет негде даже хранить. Накануне генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал нынешнюю диспропорцию ужасающей. Кирилл Михайлов, Александр Касаткин. Настоящее время.